На дорогах нашего города прошел очередной профилактический рейд под названием «Тонировка». В рамках мероприятия для проверки светопропускаемости передних стекол автомобилей были остановлены десятки конаковских водителей. Помимо проверки документов, сотрудники ГАИ использовали ТУ-метр, чтобы определить, на сколько процентов стекла автомобилей пропускают свет. 12,8. Видите? 13,4. По ГОСТу светопропускание лобового и боковых передних стекол должно составлять не менее 70%. Если процент ниже, это уже нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Тем не менее, не все водители в нашем городе законопослушны. За период проведения рейда выявлено 7 нарушений водителями, которые не соблюдали требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. На данных водителей накладывался административный штраф в размере 500 рублей. С начала года подобных нарушений выявлено уже 22. Подобные профилактические мероприятия будут проводить регулярно, а значит число нарушителей будет неуклонно расти. Если, конечно, водители не начнут задуматься о том, что сильная тонировка может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Тонированные стекла, по словам экспертов, опасны для поездок в темное время суток. Через них значительно ухудшается видимость дорожной обстановки для водителя. Кроме того, именно наглухо тонированные автомобили предпочитают использовать преступники всех мастей, перевозчики наркотиков, барсеточники и другие лица криминальной сферы. Таким образом, тонированные машины гораздо чаще привлекают внимание сотрудников госавтоинспекции и не только во время профилактических рейдов. И пусть на первый взгляд штраф не так уж велик, но если каждый раз отдавать по 500 рублей, то выгоднее все-таки поступать правильно и соблюдать закон.